1 июля в Молдове отмечается День налоговой службы. И в связи с таким большим праздником мы расскажем вам сегодня только 93% шуток. Потому что 7% мы честно отдадим государству. Мы с декларациями не мухлюем. Это Exclusive News. Заплати налоги и смотри нас спокойно. Добрый вечер, друзья. 26 июня у нас в Молдове был поставлен новый рекорд. Свыше 4000 человек получили свою дозу на марафоне вакцинации. Прошлый рекорд был поставлен в 2017 году. Тогда очень большое количество людей укололись на концерте Протиджи. Но на этот раз люди выбирали российскую вакцину, тогда афганскую. Еще с ночи стали наши обычные граждане выстраиваться в очередь. Ожидая своего шанса, чтобы его комарик укусил. Так вот, к обеду количество людей достигло своего апогея. Хвост очереди заканчивался аж на улице Бадони, а сама вакцинация проходила в Палату Лрепубличи. Вы представляете, какая длинная змея. Кому удавалось в змейке такую собирать? Да никогда. А вот спутнику удалось. Со стороны, конечно, те, кто проходили, не знали о том, что сегодня марафон вакцинации. Думали, опа, открыли новый кауфлант, опять очередь за пледами. Среди большого потока людей была замечена еще одна необычная фигура, так сказать, шахматная фигура. Речь идет о бывшем президенте Игоре Дадоне. Он пришел, подошел к людям, говорит, знаете, можно я его как раз пройду и спрошу. Они начали, да, знаем, у вас. В поликлинике уже таких сто человек пропустили. Он говорит, да я реально только спросить, хорошо ли все здесь организовано у вас? Хватает ли вакцины? Ну, люди ему уже ответили. В целом, было организовано неплохо. Единственный был минус. Единственный такой маленький минус для самых внимательных. На фасаде, вернее, на плакате, который был приклеен на фасаде, было обозначение разных вакцин. И там была опечатка. Астрозеника, Синофарм, Синовак и спунтник. Вроде бы сказали, что привезут одну российскую, а получается, прежде 3 китайские. А что за спунтник? По аналогии сайт Дидас, Абибас, что ли? Китайцы решили копировать даже ее. Но нет, это просто была опечатка. А что вы там пришли? Это же не... Пришли к офтальмологу, там все буквы должны правильно прочитать. Пришли, получили вакцину и ушли. Че вы это, докопались до принтера? Все нормально. Мы лично, лично на себе проверено, все нормально. Вакцина действительно российская, потому что, как только ее вкололи, сразу захотелось сказать, Крым наш. Ну, я промолчал. Я сказал, добру джа наша и буковина. Вот я и устроил международный конфликт Молдавии и Украины. Продолжим, продолжим. Большинство людей, конечно, вакцинировалось российской вакциной. Но в этой очереди был человек, который не понимал, почему там есть все виды вакцин, кроме румынской. Кроме самой лучшей вакцины, которая пока еще не прошла все испытания, но три человека ее одобрили. И они считают, что пора ее запускать в массовое производство. Бывший мэр Дарин Киртуаке побывал на этом мероприятии и поговорил с людьми узнать, как их настроение нажали. Я пришел сюда на марафон вакцинации, так называемой, чтобы посмотреть, что за люди хотят получить вакцину и защититься от коронавируса. И так ли она хороша, как они рассказывают в русских сказках. И посмотрим сегодня, насколько крепко мы на Москве, кольнет мне спутник ВИИ. Потопали. Кто последний? Походу я. А на прошлых выборах был я. Что у вас за музыка сейчас звучит? Рэп. Я думаю, вы слушаете гимн России, чтобы спутник ВИИ вошел в вас намного лучше. По крови побежал. Красные кровяные тельца у вас станут белыми и синими. А вы знаете, как правильно нашелся? Это спутник ВИИ, ВИПИ, Владимир Владимирович Путин. И что? А вы все будете пупсками Путина, когда вас ухолят. Ты не обижай мне Путина, а то в тыкву получишь от мамы, смотри, бриллиантами. Что вы тут мне суете мне? Эксклюзив ТВ и что? Это булка какая-то. Булка какая-то. Ты не то щупаешь. А что, у меня муж есть, я знаю, где щупать. Я думаю, что такое? От звука, от плевков. От плевков. Многие плюют в лицо, но кто-то придет в микрофон, понимаете? И заметьте, еще женщина не кололась, уже побочные эффекты пошли. Румынская вакцина. А при чем здесь румынская вакцина? Она настойная на водах прута. Там невозможно заболеть. Понимаете? Колите две дозы сразу. Не надо ждать. Вы за Астрозенекой пришли. Молодцы, ребята. Да? Да. Я у Астрозенеком фактуру на уровне. А, вы по три вакцины колете? Да. И как думаете, поможет? Поможет. Я колол все восемь. Да? Как видите, не помогло. Дурдом вас надо. Зачем дурдом? Я не хочу назад. Я экстрасенс. Экстрасенс? Да. Вы участвовали в битве экстрасенсов на канале ТНТ? Да, в Москве. Серьезно? Да, честно. Погадайте мне, пожалуйста, на руке. Вот этот халат турецкий. Так, экстрасенс. Давайте нам воду. Бесплатно принесите. Бесплатная вода только в Африке. Киртока пусть нам воду принесет сюда. Хорошо. Запечатанную. Ждите меня здесь. Да. Минута. Я не пью, не могу, не хочу и не люблю. Все, понял. Тогда я вам не предлагаю сегодня вечером у меня в гараже затусить. Слышь, я мама. Дай мне слово. Говорите. Нет, а ты не галки. Нет, вы должны сказать, дай мне слово, ведь я Тамада. Тама, Тамада. Я Тамара. А как думаете, Ленину кольнули спутник бить? На всякий пожарный? Потому что он же жив. Ленин жив. Ему надо колоться. Петру Первому вкололи, я вчера видела. Петру Первому? Да. А где? В Питере. В памятнику, что ли? Да. Серьезно? Пойду я тоже тогда Штефана. Давайте. Вы уже чувствуете этот запах сенофарма? Чувствую, да. И как вам? Да это не от меня запах. Что вы уходите? Марафон. Вы пришли сегодня на марафон? Конечно. И сколько километров бежим сегодня? Ну, 15 хватит. 15 километров бежим? Неплохо. Последние метры. Мы за вас болели. Коронавирусом. А вы не будете болеть. Молодцы. А мы за вас переболели уже. Марафон, марафон. Вперед, вперед. Вперед. Как ощущения? Ужасно. А я предупреждал. А я говорил. А вы не слушали меня. А что ужасно? Что болит? Душа болит. Душа болит. Вакцина бьет прямо в душу. Точно. Но вы чувствуете себя сейчас здоровым? Защищенным? Я чувствую себя сейчас... Оп, пропустили удар. Не защищены. Точно. Первый раз было больно? Здравствуй. Нет. Как будто комарик укусил. Вообще ничего не почувствовал. Вообще ничего? А вам ничего не делали. А потом-то и делал. Потому что тогда вакцины на всех не хватит, понимаете? Вам типа так. Оп. Все. Я вам сейчас астрозенеку. Да? Спасибо. А сюда ассенофарм. Сюда, как говорится, спутник. И сюда что-нибудь еще. Это вам от митрополии привет. Кого вы там увидели? Я думал, вы увидели русские танки. После того, как вакцинировали спутник на ВИЗ сразу. Вон они. Что, какую вакцину сделали? Спутник. Не слышите ничего? Пока нет. Пожалуйста, слушайте. Слышите? Спутник что ли? Спутник что ли? Я его слышать? Россия священная. Слышите? Слышите? Я вам говорю. Это побочный эффект. Но он скоро пройдет. Ну что сказать? Я сделал вакцину спутник ВИЗ. Никаких побочных эффектов не чувствую. Ну так. Немножко просто побаливает плечо. Будьте здоровы. Вакцинируй. Все, я думаю, из вас помнят фразу «Ваше высочество, враг у ворот». Ну, все-то думали, что она осталась там, в Средневековье, в фильмах, в играх, в пьесах. Но нет. С недавних пор она вновь вышла на театральные подмостки и от тех людей, от которых никто не ожидал ее услышать. От румын. От румын вообще мы мало ожидаем чего-то хорошего. Но вот сейчас один из них приехал к воротам Букингемского дворца. Мистов сказал «Гудивник, а я в Румынии» но он сказал «Гудивник, я сын принца Чарльза Уельска». Представляете? Давайте посмотрим как это было. Мужчина этот пришел к воротам с тестом ДНК, который должен доказать, что он и принц Чарльз – это одна королевская кровинушка. Но я думаю, тест ДНК не нужен. Давайте просто взглянем на этого румына и на того британца. Ну, разница все-таки есть. Потому что с одной стороны это встатно, это королевское лицо, эти черты, скулы выточены. И с другой стороны принц Чарльз старенький, непонятно, что есть. Ну, видно же, что не родственники. Да, интересно, как вообще ему в голову пришла такая идея приехать и сказать, что я сын принца. Ну, я понимаю, на дискотеке в румынском селе для девушки эта фраза была как крышеснос, короче. А здесь? На что он рассчитывает, этот мужчина? У этого видео есть замечательная концовка. Давайте посмотрим, чем закончилось это великое пришествие румынов к английским королям. Фадор! Фадор! Папа! Хелп! Хелп! Надеемся, что в Букингенском дворце установлены хороший стеклопакет. И они и слышали всех этих рыданий. Вообще, согласитесь, довольно-таки забавно звучит этот, не побычу этого слова, румын. Интересно, а если бы он стал вот этим актером дубляжа и озвучивал бы фильмы, это же было бы шикарно. Фадор! Папа! Нет! Нет! Да, забавная ситуация. Навряд ли, конечно, принц Чарльз все-таки откроет окно, а даже если откроет, не сможет распознать в этом загорелом человеке своего сына. Но надо стараться, надо бороться до конца. И даже если он докажет, что Чарльз это его отец, надо будет еще найти мать. А мы знаем, где мать этого человека. Потому что буквально недавно мы сняли вот эти кадры рядом с президентурой. Мадыр! Мадыр! Мама! Хельп! Хельп! Знаете ли вы, как должен выглядеть руководитель службы безопасности? Служба безопасности. Два таких мужских слова. Наверное, какой-то брутальный, мощный дядька, за которым безопасно. Но! Мы Молдова. В нашей стране он выглядит вот так. Да-да-да, знакомьтесь, Штефан Цибуляк. И эта фотография не с его выпускного. Хотя он был пару недель назад. А вот, как бы, мало что изменил с тех пор. Интересно, почему такого молодого парня наш президент назначил к себе в администрацию главой службы безопасности? Ну, да, окей. Один раз пришел он в президентуру, переустановил ей антивирус, записал на бумажке пароль от ТикТока и все. Она подумала, ой, на Вену он так разбирается в безопасности. Теперь мой компьютер защищен. Вот и страну будет защищать. Так, сядь сюда и работай. Как мог он отказать такому хорошему президенту? Ну, никак. Ну, никак. И у него еще имя какое? Штефан. Все любят Штефана. А Цибуляк, это для украинцев специально, чтобы мы с ними так дружили немножко. Вот у нас Цибуляк. Вы же любите Цибуляк. По неофициальным данным, зарплата Штефана составляет баснословные 30 листиков в сирене. А за хорошую работу ему еще и премию дадут. Путевку в лагерь, поймется весело. И там уже со всей администрацией они отдохнут на дискотеке к 7 вечера, а потом пойдут и намажут соседний отряд пастой зубной. Вот там будет прикол. Я в шоке. Говорят, что еще Штефан Цибуляк недавно получил степень государственного советика третьего класса. Ну, ничего. Скоро закончатся каникулы, пойдет в четвертый. И уже тогда сдаст экзамены и будет серьезным таким молодым человеком. А сейчас, пускай пока летом поработает немножечко, поможет семье у бабушки там в президентуре. Поубирает. Где, где команда Май Сандук? Где те люди, за которых мы голосовали, а? Ой. Да нет, я за нее не голосовал. Да нет, серьезно. Где эти все уами бунь? Оказалось, что там не только люди непроверенные временем, так еще и недопроверенные генпрокуратуры. Миллионеры, коррупционеры, половина из ЛДПМ вдруг решила, как бы, а что мы это будем ждать? Мы хотим дальше в политику. Ничего, что наш лидер сидел в тюрьме. Мы это, еще, ого. Я в шоке с вас. Она, конечно, не хочет никого из них назначать, потому что она понимает, что это вызовет скандал. А ей сейчас перед выборами скандалы не нужны, потому что вообще мать Тереза, она же должна быть ангельской. Вот она и где-то прочитала фразу, что надо давать дорогу молодым. И набирает молодых профессионалов. Дойдет до абсурда, друзья мои. И вы увидите, что у нас в администрации президента помогать ей, управлять страной будут вот такие специалисты. Какую должность в администрации президента вы хотите занимать? Ну, я хочу быть главным по сладостям. И вообще хочу такую должность, чтобы можно было в обед и не спать. Здрасте, а вы кто? Здрасте, мы советники моей Санту по вопросам спорта. И что вы сейчас делаете? Ну, мы сейчас тренируем нашу сборную по футболу. Давай, ну, забивай давай. Ну, забивай ты, ты что не забиваешь? Ну, забивай. Идай сюда. В стране пандемия. Как мы будем вакцинировать людей? Только не уколы. Давайте, пожалуйста, подорожник приложим. Я боюсь уколов. Дядя, скажите ракета. Ракета? Твой папа начальник туалета. А скажите клей. Клей. Выпей баночку соплей. Здравствуйте. Что вы делаете в администрации президента? Здравствуйте. Я советник и отвечаю за финансы. И сколько денег у нас в бюджете? Ну, где-то 120 тысяч миллионов. А вы знаете, что нам не хватает 22 миллионов на досрочные выборы? Что будем делать? Даже не знаю. Но я могу копилку разбить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я работник администрации президента с молодежью работаю. И что вы делаете с молодежью? Что делаю? Воспитываю. В понедельник состоялся матч 1-8 финала между сборной Франции и Швейцарии. Не будем говорить о том, что эта маленькая страна обыграла чемпионов мира. Но, как говорится, где хранятся деньги, там и футбол неплохо играет. Они забили друг другу в основное время по 3 мяча. А потом в серии пенальти лучший игрок, на которого все надеялись. Киллиан Баппе, которому уже 21 год. А значит, он спокойно может возглавлять что-нибудь в администрации нашего президента. Он не забил пенальти. Делайте выводы сами. Молодость или опыт? Молодость или опыт? Мне 52. Я знаю, о чем я говорю. Конечно, опыт. Но все эти события меркнут по сравнению с тем, что реально интересное произошло на этом матче. На поле выбежал парень в футболке сборной Молдовы. Ну вот, а мы критиковали наших. А получается, наша сборная так и дошла до 1 восьмой. Вышла из группы и попала на матч с Францией. И многие скажут, да это не наш футболист. Да как же не наш. Все, все приметы говорят о том, что он футболист сборной Молдовы. Футболка со значком. Бегает по полю, туда-сюда, непонятно. И без мяча. Это наши футболисты. Это наши ребята. Мы узнаем их из тысячи. Причем он не черный, значит он уже наш. Хотя мог быть из Гагаузи. Кстати, этот парень еще и на услугу фотографа сэкономил. Вот он, наверное, сидел, сел, думал, блин, у меня даже с собой друга нет. И фотка нет. А когда мне сделают еще фотографию на стадионе? Взял и выбежал. Ему все, все сделали ему фотографию на стадионе. Все. Он там и сам, он там и с футболистами, он там и с охранниками. Вот его бьют по трибунам помещений. Все фотографии теперь у него есть. Да, вот эта фотография мне больше всех нравится. Такое ощущение, что парень и охранник являются поклонниками одного очень известного фильма. Парень молодец, доказал, что при большом желании можно попасть в одну восьмую. Сборная Россия, привет. Ну а наши, наши ребятки из сборной Молдовы, у вас есть шанс попасть в одну четвертую. Берем с парня пример и выбегаем 11 людьми сразу на поле. Сразу. Это намного эффективнее. И пока вас будут там ловить охранники, двое других, за которыми никто не будет следить, забьют гол в ворота испанцам. И все. И будем всем рассказывать, что мы забили испанцам. И пусть кто докажет обратное. Был гол? Был. Фотографии есть? Есть. Все. Успех. История успеха почти напоминает мне вступление нашей стороны в Евросоюз. Эх, ну ничего. Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться на лучшее. Я думаю, намного реалистичнее это то, что наши футболисты начнут хорошо играть в футбол, нежели чем все остальные обещания. Выпусках Слив Ньюс подходит к концу. И после его, я уверен, вы пойдете ляжете спать в свои теплые, уютные кроватки. Как нормальные люди, а не как герои нашей следующей новости. Кандидаты от партии Аур, Валерий Мунтиану и Влад Белецкий, легли спать у здания Сиба. Какие же они милые, когда спят эти националистические бомжики. Им, наверное, снятся какие-то очень сладкие сны. Наверное, о том, как мы объединяемся с Румынией. О том, как памятник Штефана убирают и ставят туда гимпу. Причем даже не памятник живого. И о том, как они набирают рекордные 0,03% на выборах. Радуются, открывают шампанское, кефир. Усть веселые, Дарин с колонками. Да, что-то они решили спать возле Сиба именно. Они наездили в своем автобусе, устали. Уже глаза, знаете, слепаются. Они успели прочитать первые три буквы Сиб. Подумали, Сибил, это наша земля, ляжем. И упали. А в Сибири даже их не решили тревожить. Ну, куда их тревожить? Не трожь униониста, бо митинговать будет. Как вы еще заметили, они повесили на двери пакет. И, наверное, подумали, что сегодня рождественская ночь. У них носков-то нету. Куда можно поставить конфеты, сладости, они пакеты поставили. И ждут, что туда придут люди, проголосуют, свои бюллетени побросают. Туда же сразу, да, во голубя как бы сходили туда и все. Кстати, спят они, если вы заметили, не на обычных матрасах. Это специальные многофункциональные матрасы. Мало того, что они ортопедические, так они еще и набиты румынской землей. Потому что им тяжело лежать на молдавской земле. Поэтому они ставят специальный матрас, чтобы вам было комфортнее. Есть еще одна удобная функция этого матраса. На нем можно плавать. Плывете себе. Рядом Титаник. Музыканты тонут и играют гимн Румынии. Хорошо, а вы спите себе. А на небе звезды. Есть еще одна функция у этого матраса. Он умеет летать. Арабская ночь, волшебный восток. Здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы и пенсов. Кто-то мне подсказывает, что они точно так же пролетят и на парламентских выборах. Но не будем их будить, пусть спят. И вы тоже, дорогие друзья, ложитесь скорее спать. А мы увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя и не будьте поводом для плохих новостей. Пока-пока. Алло. Да, да, да. Да, конечно, можно. У нас, знаете, такой как бы хостел под открытым небом. Соединение с природой происходит, да. Есть свободные места, есть. Ну, безопасно, конечно. Во-первых, мы в центре находимся, прямо рядом с СИБом, конечно, там охрана, дай Боже всем. Ну, обычно цена 200 леев за ночь, это в обычные дни. Но сейчас у нас там очень важные гости, сейчас у нас там Валерий Монтьянов спит, поэтому 50 леев сейчас. Два места вам, да? Хорошо, да, на крыльце будет это удобно, да? На что имя записывать? Карина Фусова, все, понял, хорошо, да, спасибо.